АПЛОДИСМЕНТЫ В остальном все без изменений. Название «Акелбупсер» по-прежнему читается задом наперед. Нас смотрят во всей России и даже в Европе благодаря спутнику «Триколор». Наши корреспонденты, как всегда, приготовили множество интересных сюжетов. Сегодня мы познакомимся с настоящим героем, услышим новые шутки ребят, КВНщиков. Проверим, можно ли снять кино за два дня. И вспомним песни военных лет. Самое яркое событие последних дней – это, конечно же, великий праздник – День Победы. Более 30 тысяч чубоксарцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Каждый из них с гордостью нес портрет героя своей семьи, героя Великой Отечественной войны. Мы знаем об ужасах тех дней из рассказов родных, фильмов или песен. Военные песни – они особенные, и об этом отлично знают ученики 4-й гимназии. «Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье, от Катюши передай привет». «Катюша», «Эх, дороги», «Смуглянка» – эти и другие песни в канун Дня Победы звучали повсюду, в том числе и в 4-й гимназии, потому что там открылся песенный дворик. Третьеклассники вышли во двор школы и громко-громко пели военные песни. «Они такие душевные, а вот эти, которые сейчас по радио, они такие резкие, современные очень. А эти песни для того, чтобы эти суровые годы никто не забывал, всегда все помнили, всех героев». Герои этого праздника, ветераны Великой Отечественной войны, бабушки гимназистов Нина Григорьевна, пошла в школу лишь в 10 лет, потому что, когда ей было 6, началась война. Девочка росла сначала в лесном шалаше, а потом в концлагере. «Детей заражали разными болезнями, суперкулезом заражали, и потом вылечивали. В это время как раз появились лекарства, антибиотики. Вот они на детей это все испытывали. Мы выглядывали в окна, и там каких только не было деток, уродиков всяких, с кривыми руками, ногами, трясущимися. Вот это все творили фашисты». История Раисы Александровны еще страшнее. Более 70 лет она живет с осколком ста ряда в ноге, но в первую очередь вспоминает о погибшей подруге. «Надя Рогожкина была, в лет в лет похоронили. Собраться силами и победить. Людям помогали песни». «Вет дороги, мы до туман». Мне понравилась песня «Катюш», потому что она такая веселая, и она прибавляет жизненных сил солдату, надежды на победу. «Мне нравится песня «Темная ночь», потому что она очень ласковая и как бы успокаивала солдат». «Дети любят петь. Они с удовольствием откликнулись на нашу затею организовать такой праздник. Выучили военные песни. Заодно узнали историю создания этих песен. Ну и с удовольствием сегодня спели». Даша Шоклева и Андрей Шоклев о «Килбупсе». «Катюшка» «Я предмет?» «Да». «Я нужен человеку?» «Да». «Я из глины?» «Нет». «Мне нужно заливать воду?» «Нет». «Во мне есть пластик?» «Да». «У меня есть кнопки?» «Да». «Я телефон?» «Да, молодец! Отгадал меньше, чем за минуту. Поздравляю, ты победил!» «К чему мы это?» «Да просто победы бывают разные. Можно стать лучшим в детской игре, а можно победить свой страх». «Настоящим героем можно назвать Федя Федотова. И сейчас вы узнаете почему». «Привет!» «Привет!» «Что делаешь?» «Играю». «Федя и Ваня, они часто приходят к этой речке. Ведь именно здесь произошла история, о которой мальчишки будут помнить всю жизнь». «Четыре года назад семилетний Федя Федотов приехал на лето в деревню к бабушке. И в такой же солнечный день отправился с друзьями на рыбалку». «И с нами пошел Ваня, Данил, я и еще один Данил». «Тут был маленький ущель. И вот мы хотели перепрыгнуть, только чуть-чуть надо было ногой толкнуться». «За ним, за ним перепрыгнули. Пришла очередь Ваня. Он когда начал уже перепрыгивать, он не смог и упал в речку». «Там, наверное, было бы мне уже выше головы». «Мне пришлось прыгать скорее за ним». «Я занялся дома». «И когда я его вытащил, он быстрее побежал домой». «Сказал, что я упал в пропасть». «И потом через примерно полчаса пришел отец у Вани и сказал, давай, я тебя провожу, ты поможешься, дадим тебе на время вещи, а твои вещи высушим и постираем». «Надо было как-то обойти, а я перепрыгну». «И сказали, спасибо, что спас нашего сына и за то, что ты спас, мы тебе дадим тапки, потому что ты в этом болоте потерял». Здесь, в деревне Нижний Кибекси Цивильского района, есть даже переулок, который называется Болотный. «Опасно ходить детей, болотное место. После этой истории мы вещи сами делали, Кузьмой делали мы, мостик». Сейчас этот мостик уже стал хлипким, да и речка изменилась. Мальчишки говорят, она стала шире. Что ж, давайте проверим глубину. «Ого! Вот это глубина. А чего она еще выше стала, чем раньше?» «Ну да. А там, по-моему, меньше». «Да». Я учусь с Федей в одном классе. И ученики, и учителя школы знают, что он занимается велоспортом. А про эту историю все мы узнали совершенно случайно. И только спустя 4 года. Недавно на литературе нам задали написать сочинение про героев. И Федя рассказала о своем приключении. Получается, что герои смелые и скромные. Им не нужны медали и грамоты. Герой – это он спасает людей. «Я думаю, что это может сделать любой человек. И не только я, и какой-то особенный». Валерий Титарчук, Андрей Шоколев, Акилбупсер. Раз уж мы сегодня заговорили о героях, давай продолжим эту тему. Главный герой чувашского народа – это Иван Яковлевич Яковлев. Он открывал школы для чувашских ребятишек, писал учебники и создал чувашский алфавит. Неудивительно, что день чувашского языка отмечается в день рождения Ивана Яковлева. Мне нравится изучать чувашский язык. Когда я учу новые слова, я всегда пытаюсь придумывать какие-нибудь ассоциации к ним. Например, ежик по-чувашски – череп. Если сбрить все иголочки, то этот зверек будет действительно похож на человеческий череп. Поддерживаю. Сова по-чувашски – тумана. Можно запомнить, представив сову в тумане. Тумана – туман. А еще помочь в изучении языка может программа «Ущим чувашский». На нашем телеканале очень трепетно относятся к родному языку. Сотрудники национальной телерадиокомпании «Чуваши» даже организовали конкурс «Мы правнуки Яковлева». Уже 170 лет передается из уст в уста завещание чувашскому народу, в котором Иван Яковлевич Яковлев призывает нас не чуждаться своего языка и культуры. А мы и не чуждаемся. В конкурсе «Мы правнуки Яковлева» приняли участие более 400 ребят из самых разных уголков Чуваши. Мальчишки и девчонки сочиняли стихи о просветителе, читали его произведения, ставили по ним спектакли. Я выбрал сказку «Сармандей», потому что она очень веселая, можно играть голосом на сцене и показать моноспектакль. Работ было больше чувашскоязычных. Молодцы, правда. Знают чувашский язык, любят его, берегут. Ставят такие шикарные постановки, снимают сюжеты на чувашском. Ну, так держать. Победителям номинации «Слово Яковлева» восьмиклассники Климовской средней школы и Бресенского района сняли настоящий фильм-сказку. С реквизитами и костюмами помогли сотрудники этнографического музея. Они чаем отогрели после съемочного дня на морозе. А это самые юные победители фестиваля. Они показали жюри инсценировку по знакомым с детства рассказам. В каждом глубокая мысль. Отец возвращается. Алексей! Ты колески от часов переломал? Нет, не я. Как это не ты? Кроме тебя здесь никого и не было. Коли дело не знаешь, и ссоваться нечего. В его честь назван на проспект университет библиотека. Иван Яковлевич Яковлев – бесспорно настоящий герой. Ульяна Расколова, Андрей Шоклев, Акелл Буксер. А сейчас мы приветствуем в студии нового героя. Это Соня Фомина. Здравствуйте. Привет. Какие у тебя кубки? Рассказывай, за что они? Я квенщица и юный журналист. Я играю в команде медиа-центра «Куча мала». Недавно прошел финал в школьной лиге КВН «Чуваши». И мы стали вице-чемпионами. И я еще получила вот этот кубок. На нем написано, что я лучшая акторица в школьной лиге КВН. Поздравляем. А играть в КВН – это легко или сложно? Все думают, что легко, но ошибаются. Потому что надо очень долго репетировать. И когда мы готовились к игре, я сломала ногу. И родители, мама с папой привозили меня на репетиции в гипсе. А еще надо быстро придумывать шутки. А это вообще так не каждому дано. Вот, например. Даня, держи свое кольцо. Дело не в тебе. Просто я поняла, что воровать – это не мое. Это за эту шутку тебе кубок вручили. Мы показывали номер, как будто на Чебоксарском заливе снимаем фильм «Титаник». Наверное, за него. Команда «Куча мала» стала вице-чемпионами. А кто же победил? Команда «КВН» пули 44-го лице. Там одни девочки. То есть получается, что девочки лучше шутят? Ну, конечно. Мы с тобой девочки. Соня, за что ты любишь «КВН»? Стоит мне одного шага на сцену выйти. Так все смеются, хлопают. Я очень люблю за это «КВН». Спасибо, Соня, что заглянула к нам в гости. А сейчас, внимание, на экране самые яркие кадры финалы школьной лиги «КВН Чуваши». Мы можем утонуть. Глядя в глаза смерти. Скажи, я толстая? Ты не толстая. Ты тяжеловатая. Ну, не переживай. Катамаран не из-за тебя перевернулся. Ну вот. Еще дождь начинается. Так это мы к фонтаму подплываем. Чего смешного? У меня рыбки за ноги щипают. Ярик, это что за девочка? Это не девочка. Это цыпочка. Я с ней целуюсь на цыпочка. Как намекнуть бабушке, что ее пирожки не очень? Ну, в моем случае есть молча. Кто-то сообщил трудовику, что скамейку сделал не я, а кто-то другой. Кто это? Икея. Маминополада. Собаки старшей сестры. Хорошко мне подкатывать, милее мне в коты. Фу, но ты кошельница. Даня, как ты думаешь, а снять фильм за два дня – это героический поступок? Конечно. И пригласить в Чубоксары 400 юных журналистов и организовать для них обучение способны только настоящие герои. И о них наш следующий сюжет. Кого можно встретить на Волге? В мае журналистов, операторов и режиссеров со всей России каждый год в лагере «Росинка» проходит международный фестиваль юношеских СМИ «Волжские встречи». Я считаю, что у журналистов обязательства, пожалуйста, вы получите. Мы представляем Лигу юных журналистов Республики Бурятия. В руках у меня священная ткань для каждого бурята. Это называется «Хадак». Данный цвет синий означает «вечно синее небо над головой». «Хадак» преподносит самым уважаемым, почитаемым старшим людям. На данный момент мы хотим его преподнести руководителю фестиваля Евгению Суховей. Ребята приезжают творить и учиться у профессиональных мастеров, многие из которых в прямом смысле выросли на этом фестивале. Ведь он проходит уже 29-й раз. Свет должен создавать объем. Поэтому нам не нужно пытаться сделать идеально, чтобы у нас правая сторона лица была так же освечена, как левая. Они должны быть по-разному, чтобы было видно, что свет падает. Уважаемые коллеги, вот то, что вы показываете друг другу, это есть следствие креативного мышления. Нет ни одной похожей модели. Разборы домашних телеработ, съемки и тренинги сближают моментально. Задание – снять кино. Внимание, за два дня здесь не кажется нереальным. И вот самые смелые уже защищают идеи своих фильмов на питчинге. Обучение на практике. Что может быть полезней? Каждой кинокоманде прикреплен профессиональный наставник. Режиссер Геннадий Акименко почти 30 лет создает документальные фильмы для федеральных каналов. Дубль за дублем, интервью за интервью и монтаж. Всю ночь. Но ведь не спать мы сюда приехали. Это одна из самых популярных фраз фестиваля «Волжские встречи». «Волжские встречи» – это большая дружная семья по всей стране. «Волжские встречи» для меня – это место, где я могу учиться, развиваться. Сюда я приехал оторваться и снять кино. Как видите, я уже отрываюсь. И вот фильмы показаны, награды разыграны, выводы сделаны. Осталось только вернуться в обычный ритм жизни, но с новыми знаниями, друзьями и ожиданием новых, незабываемых встреч на «Волге». Софья Родионова, Андрей Шоколев, Акелл Бупсер. Приближаются долгожданные летние каникулы. А это значит, что пора становиться героями? Нет. Что пора собирать чемодан в лагерь? Нет. Что пора закидывать портфель на шкаф? Да рано еще! Это значит, что мы целыми днями будем пропадать на улице. И надо повторить правила дорожного движения. А лучше всего это сделать в музее ГАИ. Второклассники средней школы номер один там уже побывали и узнали много интересного. Ну, например, в 1905 году существовало всего 4 дорожных знака. А сейчас их больше тысячи. Не будешь их знать, можешь превратиться в нарушителя правил. 50 лет назад сотрудники ГАИ преследовали преступников на мотоцикле «Урал». А еще в музее есть огромный жезл, с которым так любят фотографироваться школьники. В небольших комнатах музея сотни экспонатов. После такой экскурсии правила дорожного движения никогда не забудутся. Нельзя парковаться на те места, которые для инвалидов. Нужно преследоваться везде, потому что, если, например, резкое торможение или какая-нибудь авария, ремень тебя защитит. Нельзя превышать скорость 60 км в час. А сейчас несколько мини-новостей. С нового учебного года у школьников появится новый предмет «Мой город Чебоксары». Историю столицы Чувашии будут изучать ученики 5-9 классов. В торговом центре Мадагаскар начался большой творческий фестиваль-конкурс. На сцене воспитанники детских садов города. Яркие концерты будут идти почти каждый день до конца мая. Наши корреспонденты Валера Титарчук и Ярослав Андреев стали победителями республиканского конкурса «Чувашия за ЗОЖ». Валера написал эссе о здоровом образе жизни, а Ярослав сделал мультфильм. С удовольствием представляем работу победителя. Жил-был ЗОЖик, и брат его Неможик. ЗОЖик бегал, фрукты ел, а Неможик все болел. ЗОЖик плаванье любил, а у Неможика нет сил. Сядет у окошка и грустит немножко. Эй, Неможик, выходи, на погоду погляди. Время не теряй, в мячик поиграй. Вышел из дому Неможик, мячик пнул и сразу ожил. И забегал, засмеялся, спорта больше не боялся. И теперь и день, и ночь бегает от лени прочь. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Мы всегда рады вашим звонкам, сообщениям и комментариям. Хорошего всем настроения. И только добрых новостей. До свидания. Что, пора закидывать портфель на чемодан? На чемодан? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова